Здравствуйте, у микрофона Яков Крова. Иногда мне задают сложные вопросы, как вопрос, как отличить веру от желания верить, и сомнения в вере от отсутствия веры. Я отдавал ответ на такой вопрос, но в принципе я сказал, что я не знаю. В принципе, практика критерийственная, в таких случаях все дело, наверное, в молитве. В какой момент мы начинаем молиться, как мы начинаем молиться. И мне кажется, по моему опыту, что молитва потому и называется молитвой, что мы сперва переживаем ее, когда мы начинаем молиться, не как нечто сильно радостное и позитивное. Мы переживаем ее, как некоторый перелом себя. Конечно, бывают переломы очень позитивные, но ты это понимаешь только постепенно. Но в принципе человеку не свойственно молиться. Человек воспринимает состояние просьбы, а молитва – это все на все просьбы старинного. Состояние просьбы – это состояние, скорее, унижающее человека. Мы созданы для вечной жизни. Какие там просьбы? Там только предложения, а спроса нет. В этом и радость вечной жизни, что нету спроса, потому что человек творит. Нет, когда человек работает на рынок, это не творчество. Нет. В этом драматизм или трагизм художественного творчества. Потому что приходит к Моцарту некто в черном и заказывает реквием. А то, что изготовил Моцарт, ну это совершенно не то, чего хотел заказчик. И сколько таких случаев, когда заказывали, не брали и не платили, потому что, видите ли, не то сделали, а творец не мог иначе. Ну, конечно, в районе все в этом не будет. Да и в здешней уже жизни, как часто мы делаем то, на что спроса сейчас нет, а будет ли еще кто знает. Мы немножко привыкли к тому, что, как сказал Гегель-то, «все действительно и разумно, все разумно и действительно». Гегель был антифилософ. Это просто вот начало тоталитарной психологии, психологии деспотизма. Потом это уже развил Маркс. Царство моего небесное. Я с ним там встречусь. Ох, я ему предложу уж чего-нибудь такое. Вот, на самом деле, действительное в мире то, что реально существует в огромном количестве антиразумно, не даже не иррационально, а направлено против разума. Это и есть грех, это и есть зло. Не только наше человеческое, но и какие-то дочеловеческие. И просить в этом мире очень часто означает себя ставить в позицию подчиненную заведомо. Гордость не просит, просит любовь. Но и любовь просит скорее в порядке игры, в формате игры. Тем не менее, когда мы молимся, конечно, право атеисты. Но как молитва должна унижать человека? Человек, и она унижает Бога. Бог же прекрасно знает, что нужно человеку. А ваш Бог какой-то кривой, потому что он знает, он считает себя добрым, но не дает, его еще молить надо. Не дождешься. Бога надо молить не потому, что Бог не знает, что мне необходимо, а потому, что в молитве я преодолеваю сомнение в самом себе. Я преодолеваю гордыню. Гордыня тоже преодоление сомнений в самом себе, но гордыня преодолевает сомнение неправильно, порочным способом. Гордыня преодолевает сомнение, заявляя, что она всегда права, что сомнение вздор, не по адресу и так далее. А вы знаете, сомнение всегда по адресу. Всегда. Искушение всегда по адресу-то. Ну, как говорят психотерапевты, обмануть можно только того, кто хочет обманываться. То есть, сколько раз человек идет по улице, и вдруг кошелек толстый. И только наклоняйся, сразу к тебе прибегут и все скажут, давай делить. А ты не наклоняйся. А вот Богу надо поклониться, наклониться, не потому, что внизу кошелек, а потому, что внизу ты сам настоящий. И вот этот простой физический жест, я ломаю свою гордыню, свое самолюбие, когда я начинаю молиться. И я сперва вот это вот обращение к Богу называю молитвой, мольбой, прошением, или даже усиленным прошением. У греков там тьма тьмуща разных слов. И на литургии, в циклонно-славянском переводе они есть, и мы не очень понимаемые отличия. Вот. Я воспринимаю это как просьбу. Хотя на самом деле, какая же это просьба? Это песня. Это лепет детский. Но гордыня говорит мне, ты просишь. А ты есть мне говорит, зачем? А сомнения говорят, он же добрый. Или он не добрый? Добрый. А вот я нет. И вот эта вот своя недоброта, она преодолевается. Ну, вы знаете, это как в ссоре с любимым человеком. Ну, случается же. Вот. И когда я ссорю с любимым человеком, с сыном, с женой, с другом, то это всегда гордыня. Я всегда считаю, что прав я. А тут не вопрос правоты. Вот это вопрос ссоры. Что-то во мне хрустит, и я пытаюсь вот распрямиться за счет другого. А это принципиально неправильно. И тогда лучший способ помириться, это, во-первых, попросить прощения. Но это, кстати, не всегда возможно. Психологически, вот так встать и подойти прощение, это очень часто означает углубить конфликт. Человек может решить, что я над ним издеваюсь или лицемерю. А вы знаете, вот попросить чего-нибудь, это очень часто лучший способ. А нам западло. Мы не хотим признать себя слабенькими. А вот иногда надо, ну, как собачка, подбежать, повили бы ее хвостиком, сказать, не найдется сахарку? Пожалуйста. И вот с Богом то же самое. Мы изображаем из себя собачонку. Это нужно нам, не Богу. Потому что единственный нормальный ответ на вопрос, если Бог всемогущий, добр, откуда в мире зло, это тот, что я встаю между Богом и миром. Я. И Божья доброта, и Божье всеведение, и Божье всемогущество наталкивается на меня. А я ведь образ Божий. Меня так просто с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Бог может все. Но мы люди. Тут Его всемогущество, оно, конечно, есть, Он все может, но мочь и делать разные вещи. Это вам любой обломов скажет. Ну, как говорил апостол Павел, делаю не то, чего хочу, а чего хочу, того не делаю. Вот это и образец покаяния. И когда я молюсь, я говорю Богу, что Боже, пожалуйста, Он все равно бы дал. Послушайте, ну, почитайте, вот молитвы православной литургии, о чем мы молимся там, о благорастворении воздухов. Сейчас, когда глобальное потепление уже подступает в горло, и там 30 градусов, это скорее норма, мы начинаем понимать, что имели в виду древние греки 2000 лет назад. 2000 лет назад тоже было потепление локальное, оно прошло довольно быстро. Там была экологическая катастрофа в VI веке из-за вулкана. Но, в принципе, они, это урожай, это вопрос хорошей погоды. Ну, и мы просим у Бога, мира всему миру, ой, и немножко Мартили, о здоровье, чтобы не было беды, ну, и о других, конечно, чтобы война закончилась, понятно. Но, послушайте, нам все это даст, и так, как только сможет. Но между всем этим и Божьим всемогуществом стоит мощная армия нас, людей, и не пускает. И когда мы молимся, мы выводим себя из этой армии, мы увольняемся, в прямом смысле слова, на волю. Армия – это неволя. Грех, зло, агрессивность, бесчеловечность – это неволя. Так вот, возвращаясь к началу. Критерий истинности веры, помощь в сомнениях, помощь в поиске веры. Я еще расскажу молитву. Я знаю многих людей и читал много рассказов о приходе к Богу. Я приходит к Богу, лучше, наверное, сказать. Но тоже, смотрите, ведь игра словами. Мы пришли к Богу или Бог пришел к нам. Ну, весь целое направление в богословии, которое говорит, что Бог вот сам выбирает, и кого он не выбрал, отдыхай. Отдыхай, возьми с полочки пирожок с гвоздями. Ну, все, ты против Бога не попрешь. Но Бог хочет спасения всех. Другое дело, что он спасает, наверное, не так, как нам бы хотелось. Всех спасти и подчинить мне, чтобы я был для них папой римским. Нет. И вот молитва – это то, что преодолевает нашу вот эту вот адаптированность к миру, что преодолевает наше псевдомирие в душе. И вот молиться можно и не веруя в Бога вообще-то так на самом-то деле. Ну, как известно, совершенно атеистическая молитва типа того «Господи, дай мне силы делать то, что я могу, не дай мне не делать того, что я не должен, дай мне силы мудрость отличать одно от другого и коньяк, если я запутаюсь». Это уже такая хохма. Это же имитация молитвы, это не молитва, это афоризм только всего. Ничего мы не можем, ничего мы не знаем. И вот сомнения возникают, потому что вокруг нас и внутри нас нарастает смертность. Смерть, смерть, как особое душевное психологическое состояние, не сама физическая смерть, а безжизненность. ну, как Кощей бессмертный, как вампир. Вампиризма, я думаю, я не люблю, когда говорят, вот такой-то человек вампир заедает чужой век, сосет кровь. Не люблю. Мне это кажется и психотерапевтически неверно, и педагогически неверно, и вообще неправильно. Даже если бы это было, лучше так не говорить. Вот. Но смертность наша, она есть. Ну, как великие классики, мертвые души. Человек вот лярит, вяленое в облышко, висит себе на солнце и вялится. Мертвые души. Местные воскресенья. И критерий воскресенья один душевного, когда мы начинаем молиться. Поднялись. То есть молитва начинается с того, что мы нагибаемся, наклоняемся, становимся на колени. Не всегда физически, но эмоционально. А уже вторая стадия, но не носа одна в другую. Я поднимаюсь, я оживаю. Телом я как бы умер, сдох, сломался, а душой наоборот. Слава Богу. Поэтому в поисках Бога, в поисках веры, но я все-таки предпочитаю говорить о поисках Бога, потому что вера – это психология, а Бог – это реальность, которая определяет психологию. Как любовь. Я не могу вообще любить. Я могу любить только кого-то. Так вот, в этих поисках вполне можно молиться. Да, еще не веруя. Но уже обнаружив в себе вот этот сустав. Есть в нас сустав, благодаря которому душа может наклониться. Душа не кочерга. Она даже хочет немножечко наклониться перед Богом. И тогда многое становится на свои места, и это облегчает Богу путь в наше сердце. Это относится не только к ищущим верам, но и к тем, кого-то давно нашел. распорядиться толком не умеет. Это был Яков Кротов. Москва. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова